Может быть кому-то покажется очень странным, что я уже четвертый грузин, который выступает сегодня. Маленькая страна, много выступающих, но должен вам сказать, я специально выбрал именно этот язык для выступления, русский язык, потому что есть что сказать нашим друзьям из Российской Федерации. Знаете, я из того поколения, которое находилось в Советском Союзе, в настоящей тюрьме народов, мечтал о свободе, о независимости. Я был очень счастливым человеком в 99-м году, когда моя страна стала членом Европейского Совета, Совета Европы. И мы стремились к этому, но мы стремились к этому не потому, чтобы слушать такие высказывания, которые только что я прослушал, не для того, чтобы услышать, что все, которые не согласны с Россией, все они фашисты, все агрессоры, все националисты и так далее. Да, очень легко так действовать, очень легко так говорить. Мне стыдно, что мне приходится это слышать на таком высоком уровне, на уровне Европейского Совета. Но ничего, это тоже перетерпится, этому тоже найдется ответ. Я должен сказать спасибо докладчицам, они сделали большое дело. Нелегко сегодня написать настоящий доклад по поводу Украины, потому что это связано не только с независимостью этой страны, но также связано с стратегией Европы по отношению к очень большой стране, по отношению к России. И, ну, сейчас мы думаем о том, как помочь Украине. Да, можно сказать, что есть некоторые моменты, которым можно помочь этой стране. В первую очередь надо осудить аннексию, в вторую очередь надо призвать Россию, чтобы они отвели войска, чтобы они не требовали изменения конституционного строя в чужой стране, чтобы они дали, в конце концов, возможности другим странам иметь свой собственный выбор. Может, даже и ошибочный, но это их страна, они выбирают. Я должен вам сказать, что это все мне напоминает то, о чем говорил президент Путин. Кстати, тогда тоже он, наверное, был президентом, но, в конце концов, в России придумали такой способ, чтобы этот человек всегда был первым человеком. Так он сказал, что те люди, которые не жалеют распада Советского Союза, не имеют сердца, а те, которые жалеют, не имеют головы. Он, видимо, имел в виду, что у него есть голова, нет сердца, но это другое дело. Я могу продолжить этот очень сомнительный метафорический ряд господина Путина, а те люди, которые стараются восстановить тюрьму народа в Советский Союз путем аннексии других государств, оккупации маленьких или больших государств, то они не имеют ни головы, ни сердца, ни глаз, чтобы увидеть хотя бы календарь. 21 век на дворе, господа, не 18-й, 21 век.